Услышать детские голоса вместо пьяных окриков и мата об этом уже много лет мечтает в 14-м комплексе поселка Зябь. Людей смущает соседство с Долгостроем, который и наводит страх на всю округу. Подробно об этой проблеме рассказал наш репортаж в одном из январских выпусков. Но вот появилась новая информация. Слава об этом Долгострое ходит нехорошая. И давно. Из подвалов развалин часто доносятся странные крики. Вечернее время здесь особо опасно, предостерегают местные жители. Кому не лен, все сюда заходят. Вот лето будет, да? Пьянка, гулянка. Вообще что творится? Вот мужика здесь убивали в прошлом году. В прошлом году летом. Ну разве это мыслимо? А дети все видят? Ну они же кучками здесь собираются, пацаны. А кто знает, чем они там занимаются в подвалах? Тогда от комментариев на камеру Владислав Гаврилов, глава администрации Комсомольского района, отказался. А на наш журналистский запрос ответ за его подписью пришел лишь спустя месяц. О проблеме районные чиновники знают, но говорят, что сами не могут наладить контакт с руководством города. На их запросы исполком не отвечает. Признаться, и нам не сразу удалось разобраться. Однако, хоть и ушел на это целый месяц, мы все же добились ответа из Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома. В нем указано, что власти города задумались о включении этого участка в программу по строительству детсадов на 2016 год. Однако, решение приняли лишь в конце 2015-го. И этот объект в поселке Зябь в заветный список не вошел. Тем не менее, детский сад здесь все же должен появиться. Такое обещание прозвучало из уст главы района на собрании старших по домам. Гаврилов сказал, что в этом году не получится. Вначале обещали, но сказал, что уже в этом году не получится. В следующем, в 2017 году обязательно. Тем временем, нынешнему хозяину долгостроя уже вынесено предписание об устранении замечаний по ненадлежащему содержанию территории и отсутствию забора. Но сегодня, 4 марта, на этом участке все как и прежде. Так что местные жители пока не могут вздохнуть с облегчением. Ольга Шапкина, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны.